Итак, сейчас у нас пасмурно, как вы видите, я сказала, что не очень солнечно в Лос-Анджелесе, как обычно считают, и сегодня утро, суббота, и нет пробок, ура! Похоже, мне рано радоваться, но немножко тут сейчас мы медленно едем, потому что какая-то работа на дороге ведется, мы едем в Голливуд, я еду, вы со мной, и обычно я по субботам стараюсь не работать, но по выходным, да, но сегодня так получилось, так что еду, и приеду, наверное, пораньше сегодня. Кстати, наверное, сейчас вы видите небоскребы, Л.А., downtown Л.А., класс, да, как я ожидала, работа на... Ремонт дороги, ремонт дороги. Как хорошо хоть один раз приехать пораньше, не опаздывать, обычно я опаздываю, или мы приезжаем рано, но не в то место, где нужно, знаете. А тут вроде и в то место, куда нужно приехала, и пораньше на полчаса. Начало субботы хорошее. Нам, кстати, дают вот такие вот пропуски, типа, ну, где паркуешься и как, да, то есть, чтобы потом не платить за парковку и как пропуск на парковку возле студий. Итак, мы сейчас в Антарио, Калифорния. Я приехала на массовку, мы приехали пораньше тут со мной другие ребята, и, короче, хотела вам показать горы. Посмотрите, какая красота. Утром... Сегодня первый раз за два с половиной месяца, где-то или три, нас отпустили пораньше, то есть, пока что светло. Обычно я еду домой в 11 часов вечера или в 12. Сегодня, как вы видите, еще светло, но скоро будет закат, но сейчас уже, то есть, солнышко опускается, и утром было тяжело, потому что я проснулась опять рано, выехала в 5.50 утра, и было тяжело ехать, потому что мне нужно было проехать 35 миль. Но хорошо, что пробок не было, и я сейчас очень довольна, что нас отпустили пораньше, что смогу нормально отдохнуть вечером, лечь пораньше, и утром опять приеду на работу в это же место. Кстати, так получилось, что мы не там припарковались, где нужно изначально, с другими машинами, то есть, там было 5 машин, и потом нужно было ехать 2,5 мили утром, искать другую парковку, и где съемочная группа была, и сам сет. Доброе утро, доброе утро, мы сегодня опять едем в Онтарио, Калифорния, то же самое сказали одеть, и сегодня повезло, так как говорят, то же самое одеть, то есть, не нужно с собой дополнительные вещи брать. Я немножко опаздываю, но я думаю, что будет все окей, потому что это Онтарио, не Лос-Анджелес, и пробок не будет, главное найти, куда повернуть, чтобы круги не наворачивать. И сегодня 8.30 утра нужно быть на съемке, то есть, не сильно рано, поэтому светло, супер, и хорошее настроение, как всегда. Сейчас проезжаю, и передо мной такие красивые, красивые горы, но я немножко вчера записывала про это, по-моему, если сохранилось все, ничего нигде не пропало, и я на кнопочку запись нажала. И я работала вчера с девочкой, она из Флориды, но она американка, и она такая говорит, я когда еду и вижу горы, я все время снэпчат включаю, чтобы что-то записать, потому что очень-очень красиво тут, и ей нравятся горы. У меня то же самое, я как перед собой большие вот эти горы в Калифорнии вижу, я такая, вау, красота какая, мне тоже хочется сразу записать что-то, знаете, я думаю, может мне тоже снэпчат сделать себе. Правда я, если честно, и так с трудом везде успеваю что-то добавлять, то есть без помощи мне тяжело во всех соцсетях все добавлять, но может оно того стоит? Что там в снэпчат нужно размещать, вы мне напишите, девчонки, чтобы я знала, потому что с влогами понятное дело, что нужно делать, с инстаграм тоже понятно, что можно размещать и что не нужно, а вот снэпчат, у меня даже его нет, я не знаю, что там девчонки размещают, и мне вот интересно, потому что я бы тоже что-нибудь размещала. Правда, как говорят, если много всего делаешь, то не будешь успевать, вот у меня точно так же, наверное, я не буду успевать. Кстати, все ваши комментарии я читаю, если я кому-то не отвечаю, то это просто из-за того, что не хватает времени физически, сил тоже, и не обижайтесь, но я все читаю, все хорошие и плохие комментарии, кто там ко мне цепляется к моему английскому или к русскому, да, и комплименты читаем, и добрые, хорошие комментарии, все подряд. Приехала я на тренировку, у нас возле, прям вот в 5 минутах от моего дома, буквально я могу дойти до тренажерного зала за 10 минут, если я хочу, или сесть в машину и доехать за 5, потому что пробки, как всегда, и нужно останавливаться возле светлофора, да, перекрестка, то есть займет 5 минут, если идти пешком, то можно за 10, я почти уверена. В общем, у нас открыли Planet Fitness, и он такой большой, намного больше, чем тот, в котором я занималась в Новой Англии. Я ходила в 2 тренажерных зала Planet Fitness там, и даже тот, что был побольше, он все равно меньше, чем вот этот, который у нас открыли. То есть вот эта вот плаза, где все ресторанчики, магазины и так далее, тут теперь у нас есть тренажерный зал, так что я теперь могу ходить в 2 тренажерных зала. Что я хотела сказать, сейчас, когда проезжала перекресток, там девочка перебегала, и из сумки у нее выпал, и телефон, и еще что-то, и, конечно, она добежала до другой стороны улицы, да, и я теперь думаю, вот как машины, когда проедут, или ее телефон будет в порядке, потому что вот прям мне пришлось немножко даже объехать его, чтобы не задеть, как-то жалко. Ну, ей там где-то лет 14-15, вот так вот, видно, не посмотрела, но аккуратнее нужно быть. В общем, у меня какая цель? У меня цель заняться своей физической формой, потому что скоро лето, ну, у нас тут и так тепло, но нужно в бикини форму прийти, потому что все-таки это Калифорния, никогда не знаешь, кого встретишь и где встретишь, всегда нужно быть готовой, в том плане, что у меня фобия теперь, когда я хожу по пляжу, мне кажется, что я кого-то из своих подписчиков могу встретить, просто я встречала уже девочек на массовках, которые меня смотрят, и у меня теперь так, если я думаю, если я буду где-то по пляжу ходить, нужно хорошо выглядеть, если кого-то буду встречать. Ну, и также, конечно, нужно для массовок хорошо выглядеть, то есть нужно влезать в свой размер, потому что иногда они используют размеры, которые вы указываете у себя в профайле, и то есть если там размеры будут не очень подходить, то и одежда, соответственно, не будет подходить, а они для вас специально, например, там готовят одежду, особенно если это съемка там будет такая в 50-х годах, то нужно 100%, чтобы одежда, которую для вас подготовили, вам подходила. И еще очень часто, наоборот, еще на размер меньше дают. Вот я ношу M размер, мне все время S дают, иногда даже extra small. Я говорю, нет, мне в груди будет маленькая эта блузка, нет, налазит, пусть налазит, давай. В общем, за фигурой нужно следить, в плане, что нужно в свой размер влазить, или лучше худеть, еще худее быть, и также, ну потому что у меня было столько раз, когда мне давали одежду, что я потом дышать не могла, вернее, дышать могла, но с трудом и поесть не могла, ничего там, так, только перекус сделать и все. Что хотела сказать? А, и еще, например, если вы хотите там участвовать в каких-то съемках, фотосессиях в бикини, да, как бикини-модель, или же для фильма иногда ищут там девочек в бикини, чтобы для каких-то сцен, например, там, ring girls, ну вот когда идет драка, там дерутся, да, боксеры или еще кто-то, и там эти номера первый раунд, второй, девчонки показывают, то есть если вот для такого типа сцен, то, конечно, тоже нужно выглядеть хорошо. Тортики, получается, нельзя есть. Ну что самое интересное, что когда массовки у нас проходят, нас там очень хорошо кормят, то есть ты голодать там 100% не будешь, настолько хорошо, что наоборот можно поправиться, серьезно, то есть если пять дней подряд проработаешь, то ты можешь набрать легко один килограмм. Ну то есть реально откармливают. И вот сейчас за моей спиной вот этот желтый знак, который горит, это Planet Fitness. И то есть это плаза, тут много всего, всяких разных магазинчиков, calls вот тут вот рядышком. Хотела сказать, что мне недавно присылали смс такое, я тебя жажду, и потом я узнала, что мою почту взломали, потому что кто-то на почту заходил с другого устройства, там можно просмотреть, с каких устройств на твою почту заходили. И в общем было, что ко мне заходили с другого устройства, как вы знаете, у меня айфон, и я на компьютере еще захожу, но оказалось, что кто-то заходил из Galaxy. И то есть сидел, читал все мои письма. Теперь все окей, теперь у меня уже все нормально работает, но было, вот как я сказала, проблема с почтой, с Инстаграм, но все это теперь на месте.